доброе утро коллеги с вами исаков роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день понедельник 13 августа и начинаем наш разбор с начала недели и как всегда начнем с пары евро доллар а по паре евро доллар тенденция нисходящая сохраняется сегодня с утра уже обновили минимальное значение пятницы и движемся по направлению на 1 13 ближайший разворотный уровень пока отмечаем на максимальные значения которые были зафиксированы 8 августа по цене 1 16 28 но образовавшиеся коррекции уже даст дадут возможность переместить данный уровень ближе по направлению нисходящего движения а по паре британский фунт американский доллар также сохраняется тенденция нисходящая следующей цели по снижению это уход ниже минимальные значения которые были зафиксированы в пятницу по цене 127 22 и далее движение на 1 25 94 ближайший разворотный уровень оставляем на максимальных значениях четверга которые были зафиксированы по цене 1 29 11 а по паре американский доллар канадский доллар в пятницу смогли обновить максимальные значения которые были зафиксированы 8 августа что также подтверждает а настрой продолжение восходящего движения по данному активу и следующей цели роста это область 1 32 35 ближайший разворотный уровень после обновления максимумов мы можем скорректировать на минимальное значение которые были зафиксированы в пятницу по цене 1.3037. По паре американский доллар и японская иена также сохраняется тенденция нисходящая. Цели по снижению этой области 109.72, ну а возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимальных значений, которые были зафиксированы в конце прошлой недели на уровне 111.16. По паре австралийский доллар и американский доллар тенденция нисходящая продолжается. Цели по снижению этого была 71.62, ближайший разворотный уровень оставляем на максимальные значения, которые были зафиксированы 9 августа по цене 74.52. Еврофунт корректируется, по данному активу общее направление сохранится в восходящем, поэтому пока мы торгуемся выше отметки 88.89, тенденция среднесрочно сохранится в восходящем, поэтому завершение данной нисходящей информации будет также являться интересной ситуацией для присоединения на покупку по данному активу и с продолжением движения роста до 90.40. Но на текущий момент в рамках часов таймфрейма мы видим тенденция сохранится нисходящая, поэтому здесь будем следить за тем, как будет пара торговаться выше области 88.89. Если сможет уйти ниже данного уровня, то среднесрочно также тенденция нисходящая будет продолжаться. По золоту общее направление сохраняются нисходящие цели. По снижению, то хоть ниже минимальных значений, которые были зафиксированы на прошлой неделе, это область 1205 долларов за тройскую унцию, ну и далее движение по направлению на 1198. Возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимальных значений, также прошлой неделе, который был зафиксирован по цене 1217 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent в пятницу смогла обновить максимальные значения, которые были зафиксированы в четверг, 9 августа, что в рамках числа таймфрейма нас переводило вновь в фазу восходящего движения. К тому же мы не смогли уйти ниже области минимальных значений, которые были сформированы 2 и 8 августа по цене 71.26. Поэтому на текущий момент рассматриваем возвращение к покупкам с ближайшими целями роста до 74.30. Данный сценарий будет актуален до тех пор, пока пара, прошу прощения, пока нефть торгуется выше области 71 ровно. По индексу DAX также в пятницу мы увидели уход ниже минимальные значения, которые были зафиксированы 6 августа, что в рамках числа таймфрейма нас приводит в фазу вновь нисходящего движения по данному активу, то есть у нас продолжается коррекция. Цели по снижению это область 12231, но возврат к покупкам будем рассматривать после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы 9 августа по цене 12703. Биткоин на выходных сходил ниже уровня 6100 долларов за один биткоин, опускались до уровня 5595, то есть прокололи отметку в 6000 долларов, что пока в рамках числа таймфрейма нас удерживает в фазе нисходящего движения. Возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться выше области 6454 доллара за один биткоин. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, всем желаю хорошей торговой недели. Если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok